После выхода первой части данного видео, в комментариях начали писать еще больше традиций канала Лололошки, и вот так вот появилась вторая часть. В прошлой серии я сказал, что Рома любит называть свою собаку Персиком, и также многие начали писать, что он любит называть своего дракона Кексиком. И да, это действительно так, он очень часто называл своих драконов Кексиком. Не сказать, что данная традиция была на протяжении многих сезонов, но Рома раньше очень часто любил читать стихи в начале серии. А Эволюцию он отдал целый сезон на это, и в каждой серии Эволюции в начале видео он читал стихи. Многим это, конечно, нравилось, но он уже таким не пользуется, к сожалению. Месяц шел, за ним другой, будет холодно зимой. Правда, мы чуть поспешили, и еды наворотили. Много сейчас у нас пшеницы, и моркови, и водицы. Мы прошли очень сложный, долгий этап. Каждому боссу сказали, what's up, добились успеха в добыче руды, Открыли создание адской звезды, сборка, финал, дорогие друзья, я сезон отпускаю, спасибо, семья. И еще одна традиция, которая происходит по сей день. Это вставление спойлеров в начало видео. Многим это не нравится, но эта традиция тянется уже очень давно, и похоже на то, что Рома не хочет от этого отказываться. Всего лишь один трюк стоит. Чего? Если что, я знаю, где дом Фарагонды. Пойдем. Раньше на стримах, когда еще была доступна кнопка спонсорства, при оформлении этого спонсорства, Рома любил пить чай и говорить хоп, хей ла ла лей. Привет. Спасибо тебе большое за приобретение спонсорки. Хоп, хей ла ла лей тебе. Присаживайся поудобнее. А главным напитком канала Рома являлся как раз таки тот чай, который он пил при оформлении спонсорства, и яблочный фреш. Он любил об этом говорить, что это его любимые напитки почти на всех стримах и в видео, где предоставлялась возможность. И еще одна традиция, которая продолжается по сей день, это то, что Рома носит заполненный инвентарь. Но, в справедливости ради скажу, что он постепенно начинает избавляться от этой традиции и хоть иногда, но чистить инвентарь. Пожалуйста, не потеряй весь, у тебя опять пол инвентаря, забито всякими нужными вещами. Не, 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 ты не прав, не пол инвентаря, весь. Через пять минут. Ну, пожалуйста, иди сюда, мистер Гасик, как вас ловить-то? А, не получил. Не, не получил. После сезона «Идеальный мир» при прокачке какого-то предмета или навыка, Рома голосом Райя Прайм озвучивает это событие. Еще одна традиция, которая полюбилась многим, но, к сожалению, в сюжетных сезонах Рома это решил убрать. При «Быстрой перемотке» Лол Ошку любил говорить «трррррр liter». А при смене дня на ночь, он любил говорить «чик». Увидимся через быструю перемотку. Можно я, можно я? Ты откуда вообще тут взялся? Ну, можно я, нет. Что, что ты? Быструю перемотку. А, ну, ну давай, давай. Раз, два, три. Спасибо большое. К сожалению, эти фишки больше не используются в монтаже. Когда Рома стримил каждую субботу, в конце каждого стрима он проводил сплиф, где там были свои легенды и свои призовые фонды. Но, к сожалению, сплифить он пересал очень давно, еще до завершения своих стримов. Куча людей, 100 игроков. Мы включаем обратный отчет. На этот раз, я надеюсь, больше никаких проблем. Снова ищем лед. Вот он, лед. И по-е-ха-ли. А десятую традицию я не смог вспомнить, поэтому я взял традицию голоса времени. Это носить скинтонит. Что ты делаешь? Что, сука? Что ты сделал? Что ты сделал? Что ты сделал? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова